Отказаться практически от всех покупок и сесть на строгую диету. На такие жертвы житель Любляны Алис Керин решился ради смелого эксперимента. Мужчина взялся проверить, можно ли присуществовать в день всего на 1 евро. Чем же завершился этот интересный опыт? Об этом все узнал Дмитрий Малышев. Алису Керину 48. Фармаколог. Живет в загородном доме на окраине Любляны. Всю свою жизнь занимается научными исследованиями, питает слабость к опытам. И на этот раз Алис себе не изменил. Решил выяснить, можно ли прожить, если тратить на еду всего 1 евро в день. На этот шаг меня подтолкнул интересный факт, с которым я столкнулся в интернете. На сайте Всемирного банка я прочитал, что во многих развивающихся странах Африки человек, который в день тратит на еду около 1 евро, считается находящимся за чертой бедности. Вот я и решил это проверить на себе. До эксперимента Алис подробно рассчитал свой рацион питания. На это у него ушло несколько дней. О мясе и дорогих продуктах не могло быть и речи. А вот в другом решил себе не отказывать. Молоко стал покупать в автомате при животноводческой ферме. Там дешевле. На продуктовой базе овощи, морковь, картофель, квашеную капусту. Пришлось даже научиться выпекать хлеб и готовить свой домашний йогурт. Не обошлось и без даров природы с приусадебного участка и ближайшего леса. Там он собирал орехи. Утром я ел довольно много, на обед меньше, а вечером у меня было достаточно и нескольких яблок. Родственники и друзья с интересом следили за экспериментом, ну а 15-летний сын Бастиан уже через несколько дней отказался от такого питания. Наверное, дело это хорошее, но в день мне нужно намного больше продуктов, чем я могу купить за 1 евро. За два месяца такой диеты Алис Керин потерял в весе 4 килограмма. Главным образом, потому что продолжал вести активный образ жизни. Ежедневная пробежка и прогулки на велосипеде. Главное, по словам Алиса, он понял, наличие в кармане всего 1 евро вынуждало его питаться гораздо более здоровой пищей. После окончания эксперимента фармацевт из Любляны признался, что по большому счету ему так и не удалось уложиться в 1 евро. Стоимость продуктов, выращенных на своем огороде, он просто не включал в расходы на питание. И еще один итог. Диета не отразилась на самочувствии Алиса Керина. Медики нашли его вполне здоровым. Дмитрий Малышев, Николай Толстов, Первый канал.